Девушки отдыхают 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 Вдвоем, в номере, я... Я... Вот так волнуюсь. Голова кругом. Притормози свою голову, Нина. И слушай меня внимательно. Я сейчас уеду. Мне не звони. Я тебе сам позвоню. Когда? Позвоню. Сейчас ты должна снять нам офис для филиала. Вот здесь два адреса. Посмотришь варианты и выберешь один из двух. Поняла? А вы где будете? Я буду занят. Договор будешь заключать на свое имя. Расплачиваться вот этой карточкой. Здесь в конверте код от кредитки. И жди моего звонка. Там много денег? Тебе хватит. Не забудь пообедать нормально. Не ешь ты этих хот-доги. А можно я туфли себе куплю? Купи все, что хочешь. Я пошутила. Я не буду тратить деньги. Это девочки в офисе говорят, что я транжир. А я, я очень экономная. Трать. Деньги для того, чтобы их тратить. Ладно. Ну все, пошел. Пожелаю удачи. Кому? Вам? Нам. Мне можешь. Чуть-чуть побольше. Поняла. Удачи. Пока. Все. КОНЕЦЕРАЛЬНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановитесь здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп, стоп! Данки шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, вас подвезти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толя? Привет, Елена Прекрасная. Если честно, давно за тобой еду, а ты все в магазины заходишь. Чего-нибудь ищешь? Да нет. Просто домой неохота идти. Ладно, давай садись по дороге, расскажешь. Илья уехал. Так. Уехал и что? Надолго уехал, что так расстроилась? Надолго. Типа по работе. Поссорились. Да нет. И не поссорились даже. Толь, он укатил в Германию. В Германию? В Германию. Открывать филиал. Теперь это у нас так называется. Филиал в Германию? Зачем? Ничего не понимаю. Он поехал не один. Так. А с кем он поехал? Молодая. Молодая сотрудница. Какая-то Нина. Кто? Нина! Осечкина, господи! Лен, да между ними ничего невозможно. Оказывается, все может быть. Чо-чо! Звай. Разрешит. Афель, зима. Данки. Алло! Лолита, привет! Это я, Нина. Узнала? Да, узнала. Ну, что там у вас? Ой, у нас все просто замечательно. Я же вообще первый раз за границей. Тут погода прекрасная, обалдеть. Девочки, я вам петушков купила. Каких еще петушков? Ну, немецких, красненьких там на площади. Рядом с такой девочкой застывшей, зелененькой. Слушай, каких петушков? Какая девочка ошалела совсем? Где Илья Сергеевич? Илья Сергеевич поехал по делам. Да, вечером мы с ним будем ужинать. Ужинать? Слушай, ты что наделала, гадина? Ты стольким людям жизнь поломала. Девочки, вы чего? Чего орать-то? Орать? Да я тебе последние патлы повырываю, только вернись. Нет, я тебе голову оторву, я тебе ноги выдерну. Ты меня плохо знаешь. Вы чего? Чего вы? Того. Ты знаешь, что с его женой происходит, а? Да я тебе глаза повыкалываю, шалава. Лолочка, вы что придумали такое? У нас ничего же нет с Ильей Сергеевичем. Он мне просто сегодня утром денег дал, чтобы я туфли купила. Я подумала, а какие у вас сферы, размеры? Может быть, я вам тоже туфли куплю? Она нам туфли покупает. На, сама говори с этой дурой. Я тебе сейчас куплю. Я тебе сейчас куплю. Деньги фирмы транжиришь. Пригрели тебя на свою голову. Слава богу, что тебя Елена Михайловна не слышит. Ее сейчас нет в офисе. Я только гамбургер купила и воды. Ну еще сувениры вам и вот эти петушки. Еще девушке положила, которая зелененькая, чтобы она подвигалась. Какая девушка? Ты сколько сняла? Я только 100 евро с карточки сняла. Так, положила обратно деньги и больше к ним не прикасайся. Обратно? На карточку? А я не знаю, а как теперь обратно деньги на карточку положить? А что ты вообще знаешь в этой жизни? Ты знаешь только, как свои задницы перед чужими мужиками крутить? Вот дуры. Теперь на телефоне деньги кончились. Алло! Она бросила трубку. Поняла? Это точно. Это точно. Она сейчас с ним в постели и нам вешает лапшу. Два и мы. Я не знаю, что я с ней сделаю, когда она вернется. Перед тобой брошенная жена. А ты помнишь, как я был в тебя влюблен? Помню. Да, давно это было. А ведь я раньше Ли заметил, что ты самая прекрасная женщина в мире. Господи, ну чего об этом вспоминать? Целая жизнь прошла. Ничего, ничего. Ничего. Данкишон. Ничего, ничего. 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 Ничего, ничего. Я не знаю. Я не шпрэхин зе дойч. Эй, братишка, подкинь еврик, а. Ты что, русский, что ли? Да вот, соотечественник. Это не по сезону прикид, соотечественник. Огсуждаешь? Да это твое дело. Правильно. На шо, что хочу. Я вообще тут самый свободный человек. Остальные не свободные? Рабы в этой стране. Вообще все рабы. Работа, закон, семья, мать их. Давно тут процветаешь. Да вот, в центре сидел. Так дочи фараона сюда прогнали. А тут вообще место гнилое. Ноль заработка. Я ж больной весь на скотч. Я ж работать не могу. По родине не тоскуешь? Узнаю, родной совок. Ты у них денег попросишь. Они их тебе в душу заглядывают. Короче, земеля, еврик, подкинь. Сколько тебе надо-то? А я вообще врать не люблю. Все, что не дашь, пропью. Что, и тысячу евро пропьешь? Свободный человек и миллион пропьет. Прости, брат. Тогда денег не дам. Еще помрешь, не дай бог, с моей нелегкой руки. Прощай, старина. Погоди, так я наврал про тысячу-то. Ты мне пятерочку дай, я за твое здоровье выпью. На двадцатку. Только вряд ли это поможет. Братишка, ты вернешься на родину, будешь в Саратове, на площадь центральную выйдешь, плюнь за меня и разотрей. Не плюну и не разотру. Что? На ПМЖ решил остаться? Не советую. Да нет. По-моему, мое ПМЖ скоро будет далеко отсюда. ПО-моему, мое ПМЖ. ПО-моему, мое ПМЖ. ПО-моему, мое ПМЖ. Теперь, по-моему, мое ПМЖ. 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 Профессор интересуется, по какой причине в возрасте 27 лет у вас была удалена почка? Я ее продал. Нужны были деньги на лечение сына. Хальт, хальт, хальт. Я не знаю русский. Простите, Хардронов, я чуть-чуть учил русского языка в школе и могу написать немного. Я правильно понял, вы продали свою почку, чтобы спасти ребенка? Да. Нет, 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 это не правда. Это не правда. Ваусинь. Нет, это не правда. Это не правда, Хардронов. Простите, Хардронов, но все-таки я не могу вам помочь. Их так же. Я не знаю. Углаобный. Это не правда, что это делать. Это... Это короче ситуация. Так честно. Вы имеете в виду? Я все полно. Спасибо. Углаобный. Это то, что русские выдают. Мне очень жаль. Я глубоко сожалею. Я вижу. Отдохни. Скажите, ваш сын знает, что вы спасли ему жизнь? Это не мой сын. Я его усыновил. Не знает. Не ваш сын? Понятно. Почему вы не прилетели раньше? Это была ошибка. Профессор, он в своей области. Это ошибка была в другом Гершульке. У России я выбрал не того переводчика. А у Федерзейн. Опять ты торчишь? Я ж тебя просила не приходить. Лара, я всё придумаю. Я устраиваюсь на работу. Мы снимаем квартиру и тут же переезжаем. И что дальше? Дальше будем жить вместе. Дальше, дальше что? Дальше поженимся. А на свадьбу придут Боря, папа, мама и твоя закомплексованная Юля. Сядут в кружочек, уставятся на меня, а я на них. Лара, у меня же нет других родных. Они мне уже родными не стали, понимаешь? Я их видеть не могу. Хорошо, давай уедем куда-нибудь. Куда? На что мы жить будем? У тебя есть профессия? На тебя даже из института выперли, куда тебя устроил папочка. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Вот придумаешь, звони. Я жду. Пока ты научился одному. Шляться по барам, пить пиво и танцевать на дискотеках. Да? Девушка, кто вам дал этот номер? Значит так, у меня теперь есть личный агент. К нему и обращайтесь. Телефон агента размещен на сайте. Да, у меня есть свой личный сайт в интернете. С ним все и порешайте. Нет. Матвеева. Девичья. Дронова вычеркните. Это была ошибка. Лариса Матвеева. Всего хорошего. Все, семейка Дроновых, мое кошмарное прошлое. Одна мечта забыть вас всех и не вспоминать никогда. Я тоже хотел бы тебя забыть, да не могу. А я смогу. И ты не сможешь. Нет, еще как смогу. Как только подала на развод, тут же посыпались предложения за предложением. Санечка, все. Я начинаю жизнь с чистого листа. Эй, девушка судьба. А может нам по пути? А до спасалона добросите? Тут недалеко. Вас хоть до Нью-Йорка. За мой счет, присаживайтесь. Жди, я сейчас. Нухик-урнохик. Ну не грусти, а. Я через неделю в Москву. Мне на самом деле сделали офигительное предложение. Санечка, ну не получается у нас с тобой. Как сразу все пошло через пень-колоду. Все. Сань, мне будет очень-очень-очень трудно забыть тебя. Но я справлюсь. Я ж сильная. Поехали. Раны залечивай, братуха. Носик-урносик. Ну ладно. Что, турнули? А я говорил. К бабе ходила или по делу? К врачу. А, врачи здесь подлые. Без бабла лечить не будут. У меня и за деньги отказались. Что, так плохо, что ли? Да хуже некуда. Примеряешься? Ох, здесь место верняк. Перемель ведь так, что немцы дураки. Они вон там мост облюбовали. Ну там же вода. Они же потом всплывают все такие пухлые. Все синие. Некрасиво. Ужас. А здесь верняк. Эстет. Красивая вещь. Где купил? Жена подарил. А жена знает, что тебе скоро кранты? Скоро узнает. А моя только рада будет. Пенсию получит за утрату кормильца. Кормильца-то неважный. На, держи. На удачу. Да нет, там что-то написано. Еще уличат в том, что украл. Бери, бери. А тебе не надо, что ли? Нет, бери. Ух ты, тяжелая. Золотая, что ли? Там пробы есть, не сомневайся. Как зовут-то? Счастливый мужик. А по имени? Вам-ка Лешкой звала. А еще Аленушкой. Значит, вроде женское имя. Не знаю, ей нравилось. Аленушка, да Аленушка. Ну, будь здоров. Счастливый мужик, Аленушка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло. Илья, это ты? Илюш, это ты? Ну, не молчи, пожалуйста. Прошу тебя. И... Илюш. Илюш. Ну, бывай! Ну, бывай! Илюш, ты, моя. Илюш. Илюш. Илюшую. Илюшка Аленушку Восприятия Илюшка Субтитры подогнал «Симон» 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 « blankets» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ирюшенька, прости. Прости, Ирюшенька. Жаль, что священника не позвали. Окропил бы могилку, помолился за упокой души Ильи Сергеевича. Тихо, Вира. Слыхала, что сказали, что он сам с моста бросился, если так священник не положил. Какое страшное горе. Господи, почему? Какая причина? Ведь всеми уважаемый, обеспеченный, успешный человек, любимый всеми. Страшно подумать. А вдруг из-за меня? Что он меня дернуло тогда к его жене? Пойди, дура, дура. Вала, успокойся. Из-за этого жизнь не расстается. Смотри, еще хватило наглости прийти. Смотри, это кто? Не знаю. Знакома? Да, а что? Смотрю, даром время не теряли, пока я был в Гармании. Ревнуешь? Было бы кому. Смотри. Сейчас начнется. Я хочу сказать, Илья Сергеевич очень любил свою семью. Он очень хотел, чтобы всем было хорошо. И вообще такого человека больше не будет в этом мире. Давайте сохраним то, что он создал. Держитесь. А что, и поминок не будет? Не знаю. Может, в семье помянут. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А теперь послушайте меня. Мы с папой давно хотели вам сказать. Хотели, но так и не смогли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ваш отец уехал уехал из россии навсегда и и мы остались одни времена были тяжелые денег не было но самое ужасное было то что ты сань был болен тебе срочно нужна была операция за границей и никто никто не мог нам помочь этот человек петр галимин наш отец вон что какой нам отец если он свинтил в таком момент но потом наступило всемирное счастье я встретила илью он нас спас нашел деньги на операциях мы были счастливы мы поженились он усыновил вас тебя горе тебя санечка через несколько лет родилась ты юленька мы с папой ничего не хотели вам говорить пока выросли чтобы между вами не было обид или ревности невероятно я все знал и отец сказал знала но не могла в это поверить все сомневалась то есть мелкая это все знала и молчала а когда он тебе сказал доченька перед отъездом то есть не брат не по матери не по отцу что же что же вы скрывали то все это так долго что в этом такого невероятного что вы не говорили нам столько лет не хватит не хватит пойдем посидим вместе могу просто посидим рядом проси сами юленька ты вчера везде лежала сегодня везде лежишь я что тебе мешаю отведи меня пожалуйста на кладбище мам ты все дни на кладбище проводишь отвезешь мам я не могу я плохо то понимать то что он земле лежит попроси воры саня и скажи ему чтобы он больше никогда не смел ходить мою комнату и запомни меня для тебя нет все что случилось ну вот как он себя ведет зашел поговорить с ним на счет фирмы надо что-то делать думать надо вместе а он что ты ему сказал что я сказал работать надо сказал дело делать забыть надо все всем вместе быть и вот результат мам ты не обижайся но я сниму квартиру достала все умоляю только не сейчас мне нужно боренька дожимая опора чтобы выслушивать истерики твоего любимчика нет уж уволь помести меня пожалуйста завтра на кладбище мамы завтра мне три группы надо отправлять в офисе полный раздрай все встала у тебя права есть ну вот и съезди ты же знаешь что я даже боюсь завести ее мама так учись юлю возьми она у нас водит ну ладно поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Села за руль, пристегни ремень. В любой стране мира водители автоматически пристегиваются. Только у нас плюют на безопасность, понимаешь? Да неудобно так. Мне неудобно. Привыкнешь? Представь, что это я тебя обнимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плавненько отпускает педаль тормоза. Ага, и медленно, 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 Лена, жми на газ. Вот так, медленно, потихонечку. Ага. Я еду! Молодец! Я еду! Я еду сюда! Тихо, 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 тихо! Чего ты руль-то вцепилась? Расслабься. Перестраиваемся. Хорошо. И вот сюда смотри. Не забывай назад. Отлично. Отлично. Быстрее надо. Я хочу быстрее. Не-не-не-не-не-не-не-не. Быстрее ни в коем случае. Не надо. Быстрее лучше успеешь. Вот куда не гони... Куда ты гонишь, Лена? Тихо, тихо, тихо. Не гони. Убери ногу с педаль. Убери. Ты должна выработать свой алгоритм движения. Свой стиль. Никогда не паникуй. Ни при каких обстоятельствах. Ни под кого не подстраиваться. Ты должна ехать так, как тебе удобно. Надо получать удовольствие от езды. Понимаешь? Я получаю. Получаешь? Ты гениальный учитель. Ну, конечно. Куда? Куда? Куда ты смотришь? Куда? Лена, за рулем, не в зеркало, а на дорогу. Внимательно. Да что ты со мной как с маленькой? Ну, ты и есть маленькая. Подержи руль. Держу. Держи, но ты твердый. Зачем? Держу. Что ты... Что ты делаешь? Я еду! Ты оболдела совсем уже. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Субтитры создавал DimaTorzok